Всем привет! Это Алекс. Добро пожаловать на мой канал. Всего понемногу и немного обо всём. Надеюсь, что каждый из вас найдёт здесь что-то интересное для себя. Сегодня я хочу записать такое влоговое видео. После долгих дней работы у меня появилось, немножечко свободного времени. И я решила записать сегодня сразу несколько видео. Это будет первый из них. И это будет такой мини-влог. Давно я не делала. Вроде когда-то один раз у меня было такое влоговое видео. Просто захотела с вами немножечко поболтать, рассказать о своих новостях, о немножечко каких-то планах на мой канал. И всё в таком духе. Также под этим видео вы можете оставлять свои вопросики. Я собираюсь сделать видео-ответы на ваши вопросы. Одно такое видео я уже делала, но на тот момент у меня было где-то порядка 500 подписчиков, поэтому вопросов было не очень много. Но всё равно, если вам интересно, вы можете зайти по ссылочке, посмотреть. И, возможно, вы найдёте там ответ на свой вопрос. Если нет, то оставляйте под этим видео. Я обязательно их все запишу. И отвечу в отдельном видео. И давайте начнём. Сначала хочу с вами поговорить о такой вещи радостной. Я думаю, все заметили, что месяц мая и июня — это такие месяца встреч бьюти-блогеров. Всем нам, я думаю, приятно смотреть. По крайней мере, я получаю просто огромное удовольствие от таких видео. Я так рада за девчонок, что они все перестричались между собой. Вот. И это так здорово, что вы все живёте рядышком, что вы можете встретиться. Вот. И в такие моменты у меня прям слёзы, можно сказать, наворачиваются, что я живу как на необитаемом острове тут одна, и ни я никому, ни ко мне никто тут не может прийти. Вот. Если бы была проблема в том, что разные города, то я думаю, что это не такая проблема встретиться. Но тут речь идёт о разных странах, разных материках и всё в таком духе. Но я надеюсь, что когда-нибудь я встречусь с девчонками. Возможно, я когда-нибудь приеду в Россию. Мне бы очень хотелось, потому что я там никогда не была. Но не будем о грустном. Спасибо вам, девчонки, что доставляете нам радость. Я всегда смотрю эти видео все с улыбкой. Мне очень приятно, и я очень-очень за вас рада. И во мне играет такая белая зависть. Но всё равно я за вас очень-очень рада. Также такая небольшая новость, если это новость для вас. Я думаю, вы заметили, что последние пару месяцев на моём канале перед моими видео стали появляться рекламы. Реклама. И это значит то, что я стала партнёром в YouTube. Партнёр в кавычках, потому что мне так не повезло. И я попала под раздачу, под новые правила. Подала я заявку на партнёрскую программу в начале апреля. И где-то в 15-20-х числах меня подтвердили. Но к тому времени уже вступили в силу новые правила. Я думаю, вы знаете об этом. Я много писала в Твиттере про своё такое вот несчастье. И это заключается в том, что новым партнёрам не дают практически никаких привилегий, кроме монетизации видео. Значит, той вот самой рекламы. Меня это жутко очень огорчило, потому что я подавала заявку на партнёрскую программу лишь для того, чтобы преобразить свой канал, чтобы он выглядел более профессионально, более привлекательно. Я хочу делать свои превью-картинки для видео, а не выбирать из тех трёх, что предлагает нам компьютер. И зачастую это какие-то ужасные просто моменты, непонятные стоп-кадры, которые вообще не говорят о сути видео. И вообще я там выгляжу просто ужасно. А также я очень хотела сделать свой баннер. Но, как видите, крылышки-то мне пообломали и дали мне только эту несчастную монетизацию. Вот. Надеюсь, что YouTube в скором времени пересмотрит своё решение. И вроде как я читала их на блоге, что они собираются что-то предпринять. И каким-то отдельным блогерам они, ну или партнёрам, они будут давать дополнительные привилегии в качестве превью-картинок и баннеров. Но я очень-очень недовольна, YouTube я очень разочарована, потому что к своей партнёрской программе я шла чуть больше года. Я всё время останавливала себя на том, что ещё рано мне подавать заявку, хотя уже все вокруг были партнёрами практически. Но я себя останавливала на том, что я ещё не готова, мой канал ещё недостаточно популярен. Как только я соберу там 10 тысяч подписчиков, тогда я уже переступлю на новую ступень, сделаю свои видео более профессиональными, сделаю свой канал, чтобы он выглядел более профессионально. Но после того, как я отсняла видео о том, что я год на YouTube, мне начало поступать очень много предложений от фирм-посредников, я думаю, все вы о них знаете. И они предлагали мне сотрудничество с ними, чтобы подключить меня к программе партнёрской YouTube. Но я ждала как герой предложения от YouTube, но потом мне сказали, что сам YouTube этого не делает, очень может в каких-то там редких случаях. Поэтому после того, как мне начали поступать эти предложения, также мне предлагали некоторые компании сделать ревью на их продукцию, я поняла, что всё-таки, наверное, меня заметили, и нужно что-то менять в своём канале, я решила подать заявку на партнёрскую программу. И вот, что из этого получилось. Я никогда не имела в голове никаких корыстных целей, я не стремилась зарабатывать на YouTube, это моё хобби, это не моя работа. На YouTube с таким количеством просмотров, как у меня и подписчиков, конечно же, заработать нереально. Возможно, какие-то американские бьюти-гуру зарабатывают и миллионы на YouTube, я не знаю. Но я никогда к этому не стремилась, и я считаю, что если только это ваша цель — делать деньги на YouTube, то вряд ли у вас что-то получится достойное, потому что именно те бьюти-блогеры, которые искренне со своими подписчиками, которые любят то, что они делают, которые вкладывают всю душу, они думают о каких-то деньгах, именно они становятся популярными и достойными внимания. Так что вот так это всё, что я хотела сказать насчёт этой партнёрской программы. Надеюсь, она вас не раздражает, моя реклама. Вот, если всё-таки вы не хотите её смотреть, хотите от неё избавиться, то мисс бьюти-рэлла сделала видео о том, как можно заблокировать эту рекламу, чтобы она не играла. Перед вашими видео я могу оставить даже ссылочку на её видео, можете посмотреть, и, возможно, это то, чего вы искали. Дальше немножечко новостей о моём блоге. Мне кажется, это немного какое-то сумбурное видео, у меня мысли путаются в голове. Мне очень тяжело делать какие-то болтологические видео. Всё-таки, мне кажется, легче, когда ты чётко знаешь, о чём ты будешь говорить. Значит, что касается моего блога. Сейчас я готовлю новый дизайн, он уже почти готов, осталось немножечко его подкорректировать. И как только так сразу я вам об этом скажу, вы сможете зайти, оценить, и мне будет очень интересно узнать ваше мнение, что же вы об этом думаете. Готовила я эти перемены как для моего ютуб-канала, так и блога, но так получилось, что с ютубом я ничего сделать не могу. Ну, так что буду преобразовывать немножечко свой блог. Пару слов о своём блоге. Это никакая не реклама ни в коем случае. Просто хочу сказать о том, что надеюсь, что моя работа проделывается не зря, что всё-таки для вас это полезно. Я думаю, что вы заметили, что каждое моё видео, оно сопровождается постом на моём блоге. Зачастую там даже бывает больше статей и ревью на какие-то продукты, которых я даже, бывает, не упоминаю в своих видео. Также, что я думаю полезного в постах, как бы вот посмотрели видео и потом прочитали мой пост, это то, что обычно статьи я пишу после того, как я уже сняла видео. Поэтому зачастую я там выкладываю более такую подробную информацию, вдруг я что-то забыла упомянуть в своём видео, то я обязательно говорю об этом в своём блоге. Также я выкладываю там составы, более чётко и близко вы сможете рассмотреть какие-то сфотчи. Так что я надеюсь, свою работу я проделываю не зря, и всё-таки вам это важно. Также говоря о блоге, осталось 20 подписчиков до 300. Конечно же, это не такое большое количество, как у меня подписчики на YouTube, но мне всё равно очень приятно, что есть люди, которые читают мой блог, может даже некоторым более интересно читать, чем смотреть мои видео. И поэтому я решила, как только у меня наберётся 300 подписчиков на моём блоге, я сделаю гидовой только для подписчиков. И, естественно, если вы захотите участвовать, вам нужно будет подписаться. Видео объявления я сделаю на YouTube, но сам конкурс будет проходить на блоге. Подарочки я уже потихоньку собираю, некоторые у меня уже собраны. Так что, я думаю, осталось совсем чуть-чуть, всего лишь 20 человек, и скоро вас ждёт гидовой. Ну и в заключении такого сумбурного видео, я сразу извиняюсь, если у меня тут что-то запутанное. Мне кажется, что такие видео снимать намного сложнее и тяжелее, чем видео запланированные, в которых я точно знаю, о чём и что я буду говорить. У меня есть такая вот тетрадочка с тигрой, в которой я записываю все свои мысли, запросы по YouTube. И у меня здесь есть такой небольшой видеоплан. Я вам немножко расскажу, какие видео будут следующими на моём канале. Значит, первое видео, наверное, после этого будет вот этот вот макияж. Сегодня я пыталась его снять, надеюсь, оно у меня получится. Меня просили сделать вариант дневного макияжа на 5-10 минут, которым я пользуюсь каждый день, перед работой, перед учёбой. И вот это, можно сказать, такой ежедневный макияж, поэтому следите за моим каналом. Если вы ещё не подписаны, то можете подписаться и не пропустите это видео. Также будет обзор пустых баночек. У меня уже практически собрались. Сегодня мне пришла коробочка Glossy Box. Тоже в скором времени немножечко потестирую продукты и вам о ней расскажу. Также у меня будет обзор и сравнение двух умывалок от компании Миша. Я вам показываю их в своих покупках. Дальше будет косметик Баттл. Может быть, засниму его сегодня, если успею. Если нет, то в какой-нибудь другой день. Также будут ещё одна часть покупочек. Уже кое-что я приобрела. Что-то ещё собираюсь приобрести в субботу. И, наверное, всё. Если что-то забыла, то напишу в разделе «Видеоплан», который находится на моём блоге. И вы сможете проверять. План этот регулярно обновляется, поэтому вы всегда можете быть в курсе всего происходящего. Также я практически ежедневно обновляю свой твиттер, пишу что-то на стене своей ВКонтакте. Поэтому вы всегда можете быть в курсе. Так что всем спасибо за внимание. Это был такой сумбурный влог. Всем удачной недели. И всем пока. До новых встреч в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова